Российский ультрас спустя месяц после марсельского побоища выложили в сеть фильм, где рассказали, как все было во Франции. Сами фанаты признают, что еще во время сборов, зная о матче с англичанами, думали, что без драк не обойдется, но после первых стычек уже поняли точно, едут на войну. Но даже не в британцах было дело. Местные достаточно серьезно подливали масло в огонь. И коренные жители Марселя, то есть все эти представители Магреба, все эти алжирцы, тунисцы, вели себя как обычные шакалы и крысы, когда могли, нападали на каких-то там одиноких прохожих. Французы напали на нас, это их работа. Если они хотят драться, давайте драться, но кулаками, не бутылками. Напомню, в ходе стычек между фанатами пострадали десятки человек. Сами Ультрас отмечают работу французских медиков, которые без лишних вопросов оказывали помощь всем, несмотря на национальность. За несколько часов до игры Россия и Англия улицы Марселя превратились в настоящее поле боя, несмотря на то, что в сфере около футбола драки на полянах. Это одно из главных занятий. Переносить этот бойцовский клуб на улицы городов, да еще и против соперника с бутылкой и стулом в руке, не хочется даже самым ярым фанатам. Яркие воспоминания из моей жизни, но на вопрос, хотел бы я это повторить или нет, я не уверен, что я хочу ответить в руке.